Раз, раз, раз. Проверка. Раз, два, три. Ага. Отлично. Окей. Причина, по которой я уселся тут перед микрофоном и что-то в него бубню, как последний придурок, если честно, не знаю. Не знаю, зачем мне это нужно. Наверное, если я этого не сделаю, не останется ничего, ни одного воспоминания о тех людях, что живут здесь. Возможно, вам это не так интересно, но мне все равно, так что поехали. Итак, я родился в 2005-м. Впрочем, не думаю, что это имеет значение. Важно, где я в итоге оказался. На Ковчеге. Это долгая история. Тут без выпивки не разобраться. Я сейчас. Вы представить себе не можете. Ладно, я думаю, что не можете. В общем, не можете представить ту панику, что началась, когда люди поняли, что море стало прибывать. Это было... Ну, это не было похоже на цунами, знаете, которое сметает все на своем пути. Просто волны стали выше, и климат изменился. То засухи, то вдруг наводнение и шторма, постоянные шторма, поднимающие волну. А потом в пресноводные водоемы попала морская вода. Начали гибнуть посевы. Не сразу, не так, чтобы вот вчера все цвело, а сегодня уже пустыня. Все происходило постепенно. А потом, через несколько долгих, долгих лет, люди вдруг поняли, к лучшему уже ничего не изменится. Понимаете? Точно не изменится. В общем, народ стал перебираться в высшие сферы, так сказать. И в прямом, и в переносном смысле. И тут выяснилось, что большая часть самой плодородной земли оказалась почти вровень с уровнем моря. А если уж быть совсем точным, без почти вровень с уровнем моря, а то и вовсе покрыт этим чертовым морем. Люди пробовали выращивать новые злаки, но получалось так себе. Нам пришлось смириться и искать новые способы добывать пропитание и пресную воду. И как вы думаете, у кого это лучше всего получилось? Конечно, у ковчега. Так что я смело могу сказать, да, ковчег был у всех на устах. Ковчег Ковчег И, как вы понимаете, народ с ковчега это устраивало. Дела шли... В общем, совсем было хреново. Как будто вы смотрите фильм «Катастрофа», только все по-настоящему. Каждый сам за себя, а? Экономика оказалась ужасно хрупкой штукой. Народ начал, ну, просто брать вещи, потому что им было надо, или они думали, что им надо, или просто не хотели отдавать вещи другим. В общем, когда ты не можешь сохранить свое имущество, потому что оно твое, то рано или поздно придется... В общем, дела пошли совсем туго. Ну, а я... Я делал то же, что сделал бы любой другой на моем месте. Пытался выжить. И в итоге выжил. Слыхали выражение «закон и порядок»? Я всегда думал, что там главное закон. Ну, знаете, полиция, суд и все такое. На самом-то деле, главное, и его реально не хватает, порядок. Когда люди общаются мирно, короче, там, без криков, хватания с воротники или драк, по любому поводу. Ну, иногда поводы были непустячными. Иногда дрались за пищу или воду. Чаще за воду, если честно. Иногда за лекарства. Люди готовы на все ради своих детей. На все. Но у меня не было никого, только я сам. Так что я сам о себе заботился. Больше некому было верно. Так что я очень старался, чтобы моя душа не рассталась с телом. Излишняя разборчивость в таких делах только вредит. У меня были кое-какие полезные навыки, так что дела мои шли хоть и не идеально, но вполне себе сносно. Но все мы медленно, но верно скатывались вниз. А потом мой армейский кореш намекнул мне, что у него есть кое-какой бизнес. И ему нужен кто-то, кому он мог бы доверять. А друг друга мы знали как облупленных. Ну, понимаете, о чем я, да? И он знал, что я могу за себя постоять в драке. Как оказалось, это было очень кстати. Так, о чем это я? А, да. В общем, тогда был полный хаос. Толпы народу пытались попасть на корабли. И тогда единственное, что работало для усмирения толпы, была стрельба «Андерстанд». А эти богатеи... Забавно было наблюдать за пазаном, осознавшим, что все его бабло только и может, что обеспечить ему место на корабле. Так, там было несколько таких мешков, которые продали все, что могли ради последнего официального рейса на ковчег. А это была чистой воды афера. Но у нас хотя бы был капитан, который представлял себе, где находится ковчег. В отличие от остальных, слыхали о кораблях, приходивших в порты пустыми через пару часов и загружавшими новые порции богатеев. Но наш-то корабль был классом повыше. Самую малость. Итак, мы на корабле. Жара и сушь. А эти полудурки без понятия о том, как экономить воду. Задыхаются на солнце. А я привык пить понемногу и держаться в тени с захлопнутой пастью. В общем, они порядком разомлели, прежде чем начать жаловаться. Так что пары легких тычков хватило, чтобы их утихомирить. Теперь обстановка малех напряженная. Зато все живы и относительно здоровы. Как же мы были рады, когда увидели сигнальные буйки посреди океана, означавшие «частная собственность, вход воспрещен». А потом появился волнолом. Черт возьми, это была реально здоровая херотень. Мы на месте, но проблемы пока не решены. Случился небольшой напряг. Парни из охраны наставили на нас стволы, пытаясь повернуть нас. Наши богатеи орали, радовались. Кто-то что-то уронил, раздался. Бам, который был похож на бум из девяти миллиметров. В общем, началась пальба и хаос. Наши богатеи забегали, как безголовые куры. А я просто затаился. Но еще и следил, чтобы никто больше не пострадал. Ну, вроде тащил их в укрытие или там пнул немного. Ну, просто чтобы успокоились. А когда поутихло и охрана схватила нас, этот здоровенный негр, я еще не знал, что это капитан, спросил мое имя, что я тут делаю. А через мгновение, лекарство, присяга, штрих-код, сине, шматье. Я пью первую кружку опресненной воды ковчега. Теперь я один из них, охранник. Новая работа, те же правила. Прекрасно.